всем привет сегодня хочу снять опять что-то типа хобби влога многие писали что вам понравились такие видео и буду конечно же снимать мне тоже нравятся такие видео смотреть с удовольствием смотрю когда девчонки такие снимают или мальчишки тоже вот и с удовольствием смотрю так сейчас вот сидела выбирала что по раскрашивать сегодня и например завтра я многие картинки раскрашиваю в течение двух даже бывать некоторые трех дней сейчас вот в животных по номерам я обычно раскрашен например какой-нибудь по номерам картинку как отдыхалочку и более такой посерьезнее работу вот выбрала здесь тут вот какой-то там какой-то пейзаж как я понимаю птички я обычно не смотрю потому что здесь же в конце книги есть ну то есть сами картинки которые должны получиться и я их не смотрю что выбираю то есть первое открываю и потом раскрашу здесь немножко начала уже кстати у меня вот голубой фломастер во всех наборов вот у меня много разных наборов и еще здесь в комоде стоит стаканчик получать с ломастерами голубой во всех наборах практически быстрее всех заканчивается и здесь вот тоже смотрю уже полосит не очень ярко но такого светлого у меня уже и больше и нету и вот думаю во времена года уханы что-нибудь пора раскрашивать думаю есть же весенние и что-то прям душа совсем не лежит к ним вот но думаю может быть вот с этими вот птичками и такая вот как капель сосульками здесь вот не совсем так пусто что-то не очень нравится здесь уду может окно так чуть-чуть прикинула карандашом вернуть и по окна сделаю и здесь вот как крышу не знаю вот думаю или же вот эту вот акварелью раскрасить цветочки вот эти они попроще не знаю пока не решила может быть и вот эту раскрашу такую картинку я посмотрела что-то ничего мне больше не приглянулось такого чтобы раскрашивать с весенней тематика я имею ввиду можно вот эту вот но я пока не умею хорошо раскрашивать стекло ну то есть вот как колбочки вазочки знаю вот птички тоже вот эти вот цыплятки нравятся их можно будет ближе может к паске раскрасить не знаю короче думаю здесь вот не вот этой девушки и снится вот форме цветов не очень нравится может быть что-нибудь подумаю ну короче говоря идея есть но не знаю пока что раскрасить вот эти вот мышки пока не хочу почему то то есть думаю так пила себя такой вот удлинитель для карандаша и кстати он не всем не ко всем подходит в канцелярском магазин вернее он не канцелярский он магазин для художников там художественные материалы всякие вот и вот такой-то удлинитель здесь вот для толстых карандаш или может на вла мастеры вот например совсем толстые когда такие вот карандаши которые но цифра есть многоцветные вот они сюда не подходят вот фломастеры какие подходят например если у меня вот есть набор с маленькими такими фломастерами он хорошо подходит так вот например какие-то карандаши подходит а какие-то нет. Ну, то есть нужно будет думать. И вот, кстати, китайский набор мой карандашик, где 160 цветов, там они не подходят, потому что они прям совсем тонкие карандаши и выскальзывают. Но думаю, если когда маленькие карандаши совсем будут, можно будет, например, один или два слоя бумажечки или чего здесь на край прицепить, и тогда можно будет зажимать. Ну, можно будет что-то придумать. Так, такой длинитель взяла. И взяла такой вот получается такой стиралка такая, как карандаш. Что-то недорого тоже в этом же магазине для художников. Что-то, по-моему, 50 рублей, что ли, стоил. И за 9 рублей дополнительный стержень взяла. Тоже 9 рублей копейки. Вот. Еще не пробовала. Новенький. И, кстати, перебирала свои остатки от картины по номерам. Начала раскрашивать. Заказывалась Алиэкспресс. И у меня практически... То есть, все сразу картину не раскрасила. Отложила. И неделю через 2 или через 3 начала... Решила продолжить раскрашивать эту картинку по номерам. А у меня многие краски засохли. Ну, и вот, короче, сегодня перебирала. И вот из всего набора очень много там было цветов. Я даже уже не помню сколько. По-моему, 4 или 5 таких длинных вот таких полосок. Из таких вот баночек. И вот все, что осталось. 4 цвета. Ну, где-нибудь нужно их побыстрее. Думаю, может быть для фона где-нибудь в раскрасках я их использую. И, кстати, на днях распечатала еще одну раскраску. Это вот с мышами. Как-то вот недавно у меня было видео, где я показывала все свои распечатанные раскраски. И вот, чисто случайно опять в той же группе ВКонтакте я увидела эту вот раскраску. Прошлый раз у меня, по-моему, я показывала седьмая часть, а это шестое. И я просто не смогла не распечатать Татьяна Богема. Столова или Столова, как правильно. Вот. Город мышей. Ну, просто обалденная раскраска вообще. Такие они милые здесь. Такие у них домики красивые. Я вот прям буквально пару дней назад распечатала, но еще ничего не раскрашивала. Но в раскрашенном за апрель обязательно будет какая-нибудь работа или с этой раскраски, или с седьмой части. Смотрите, здесь так здорово. На морковке сидит мышонок, здесь и горох, тут какой-то тоже корнеплод. всякие домики, так уютненько все. Обалденно. Все и цветочки, и домики, то, что я прям люблю. Здорово. Тут вот типа как кафе, смотрите. В чайнике само кафе сделано, а в бокале или как в кружке типа столик со стульями. Вот тоже кроватка типа гамака сделана. Вот тоже кафе с вкусняшками. Здорово. А здесь за луной, за звездами наблюдает. На черном фоне можно будет делать. Должно быть классно. Вот. Здесь мышка пироги печет. Здесь вон ягодки, видать, овощи, или фрукты какие-то собирает. Ну-ка, ну-ка. А, здесь банки. По низу сейчас только рассмотрела здесь банки. Вообще такая милая. Здесь что-то строят. Здесь вон вода типа как купаются. А здесь душ. Смотрите, как здорово. Полотенчики, одежда висит. и из лейки сделан душ. Здесь он рисует магазин овощей, фруктов. А здесь вот как школа. Смотрите. Маленькие мышата сидят с цитратками, с портфелями. А здесь как сцена на пианино играет. Видать, поет оперная певица-мышка. и зрители. Здесь много книг. И мышка сидит, книжку читает. Здесь баночки со всякими морскими обитателями. И вот такая вот картиночка. Банка из-под кофе. Домик. А видать, наверное, как типа сахарница. А в ней кроватка. Вот в такой вот простой папочке. Очень удобно сделана такая раскраска. Я вполне нормально отношусь к раскраскам, к распечатанным и с удовольствием в них раскрашиваю. Если нет оригинала, можно и на распечатках пораскрашивать такие милые картинки. Но это лично, конечно, мое мнение. Каждый сам выбирает, где и на чем ему раскрашивать. Все-таки не стала я в раскраске Ханны раскрашивать. Решила взять Марии Тролли. Давно ее не раскрашивала. Захотелось мне вот такую девочку. Мне кажется, девочка весна. Я буду наверное раскрашивать просто обычной девочкой. Не буду ни зеленой, ничего. Только глазки зелененькие сделаю. Еще немножко лицо доработаю, чтобы более равномерно было. Обычными тайскими карандашами, которые 160 штук, цветов, которые выписывала, заказывала. Ими раскрашиваю. Полностью скорее всего буду эту картинку ими раскрашивать. Удобно. У меня рядом лежит выкраска. По ней все видно. На эти карандаши Brut Foner, которые называются. Здесь у меня я выписала такая пометочка для кожи. Какой карандаш для каких целей и последовательность. Пока еще не совсем запомнила. Вообще, конечно, не очень карандаши нравятся. Я их еще не размывала ни разу. Честно, случайно поняла, что они размываются. Я пока раскрашиваю ими так, потому что они очень яркие. Мне очень нравятся. Они мягкие. Немножко губы ей подправила. Мне не нравилось, как у нее были губы такие длинные растянутые. А вот еще губы буду немножко дорабатывать. Ну и вот такая будет картиночка. Какое мебуть из видео обязательно покажу, как получится. Ну и на этом наверное буду заканчивать свой такой небольшой творческий или как хобби влог. Спасибо, кто был сегодня со мной. Если кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось мое видео. Всем пока. До новых встреч. Субтитры